Олимпийский центр «Венспилс» – один из крупнейших и самых современных спортивных комплексов в Латвии, который способствует популяризации олимпийского движения и играет большую роль в достижении высоких спортивных результатов и развитии массового спорта. Мы отмечаем 20-летие того, как был создан Олимпийский центр. И, кстати, началом его существования считаем, конечно же, открытие баскетбольного холла, который вы можете видеть у себя за спиной. За прошедшее время Олимпийский центр развивался, было построено много новых объектов. Ну и, конечно же, каждый год мы инвестируем большие средства в уже существующие объекты нашего комплекса и в создание чего-то нового. Благодаря вложенным инвестициям и при поддержке государства и Венспилской городской думы на спортивной базе многие проекты притворены в жизнь. На данный момент одним из крупнейших проектов является реконструкция теннисных кортов. Теннисные корты были сданы в эксплуатацию в 2002 году. Ввиду того, что используемое освещение энергонееффективно и оснащение кортов со временем устарело, было принято решение, что корты должны быть обновлены. Прежде всего будут демонтированы все существующие покрытия корта на глубине 80 сантиметров, которые находятся на этой спортивной площадке. Затем все слои будут обновлены и уложены обратно. Таким образом мы закончим работы с покрытием для теннисного корта. Будет меняться освещение и трибуны. Мы подумали и о детях. Новое покрытие – это будет такой микс из каучука, сланца и акрила. Ну да, которая вот как бы акрил обеспечивает, скажем так, необходимую плотность. Поэтому покрытие и называется «Харт», теннисное покрытие «Харт». Территория теннисных кортов после реконструкции будет увеличена, будут построены необходимые зоны безопасности и все будет отвечать международным стандартам. В связи с этим перестройка теннисных кортов предоставит Венспилсу возможность проводить более серьезные и крупные соревнования международного уровня. Для улучшения инфраструктуры и заботясь об удобстве спортсменов в этом году была произведена замена покрытия. Со временем почва осела и резиновое покрытие дорожек для разогрева спортсменов заменили на покрытие из натуральной травы. Эта зона для разминки спортсменов должна быть зоной спа для ступней. Как вы думаете, ведь спортсмены весь день тренируются, бегают, разминаются в обуви. Именно поэтому эта зона должна стать зоной отдыха и расслабления. Спортсмены здесь находятся перед следующими тренировками, и поэтому все должно быть сделано так, чтобы в дальнейшем тренировочный процесс у спортсменов проходил спокойно. Этот газон выращивается у нас в Латвии по самым современным методам. Зона для разминки спортсменов находится между беговой дорожкой и забором рядом с футбольным полем. Уход за этим полем и зоной одинаковый. Уход и содержание этой зоны для разминки спортсменов в принципе ничем не отличается от того, как ухаживают за газоном или за покрытием футбольного поля. Все происходит точно так же. Надо следить за уровнем роста травы, особенно весной. Надо регулярно косить, регулярно поливать и, конечно, регулярно удобрять. И проводить иногда большие достаточно работы. Ну, выравнивание грунта, подсех семян, стрижка. Особенно во время сезонов. Общая стоимость этого проекта составляет 4 483 евро. И реконструкция теннисного корта, и зоны для разминки реализуются при финансовой поддержке Министерства образования и науки, которая выделяется на осуществление проектов, призванных содействовать разбитию спорта. Для Венспилского олимпийского центра такая поддержка имеет большое значение, так как здесь организуются тренировочные лагеря для спортсменов высокого класса из Латвии и других стран. У нас очень большая посещаемость. В прошлом году базу олимпийского центра Венспилс мы посчитали, посетили более 1 миллиона человек. Также в этом году олимпийский центр планирует купить новое табло для футбольного поля. Осенью в Ледовом холле появится новая машина для зачистки льда. Планируется реконструкция атлетического зала, который находится в баскетбольном холле. Планы у спортивного центра Венспилс большие, и улучшение инфраструктуры осуществляется для того, чтобы спортсмены могли тренироваться в наилучших условиях.